Всем привет! Доброе утро! И знаете, сегодня у нас прям такое событие. Мы первый раз с Тимой летим вместе и путешествуем. То есть мы не едем на поезде, а летим на самолете. Но не в Бильбао, как мы думали, а в Бильбао. Потому что погода не очень... Потому что в Бильбао будет дождь, в общем, вы решили. Так что мы на три дня сняли отель и будем там путешественники, туризмом заниматься. Мы, кстати, очень долго с Кристиной не могли решить, куда именно поехать. Начали вообще просто карту смотреть и потом ютубчик. И на ютубе увидели передачу «Орел и Решка» и такие, думаю, они были в Севилье, значит, надо туда поехать вообще. Ну, если честно, не знаю. Мне как-то именно эта передача не очень зашла. А на Тиме как? Нормально? Как-то так себе. Мы просто недавно смотрели последнюю в Барселоне. Она, конечно, была намного круче, чем эта в Севиле. И, в общем, мы решили снять свою с Кристиной передачу. Хотела бы так вообще путешествовать, как они, ну, по разным странам. Ну, да. Обзоры такие делать. Если спащать деньги, то есть. Ну, да. Ну, конечно, у нас нету голд-карточки, как у них, но если бы была, было бы прикольно. Поедем, получается, на трое суток. То есть сегодня ночь, завтра и послезавтра, и во вторник мы уже прилетим обратно. Билеты мы заказали на aviasale.ru. И сколько мы потратили на билеты? На билеты мы потратили 250 евро. И еще мы выбрали места, чтобы поснимать. Это в каждый билет плюс 6 евро. Да, то есть мы... Сами себе в самолете места выбираем. Да, выбрали места, заплатили 250 евро туда и обратно за фабели. Ну, 290 плюс места. Ну, 290 получается. Что там за погода в Севиле? Ну, в принципе, все, он обычный. Мы уже прилетели, и полет длился только час. И вообще, очень быстро время прошло даже. Мне кажется, мы быстрее долетели в Севиле, чем мы доезжаем к моей маме домой в гости. Вот, потому что мы реально очень долго едем. И сейчас, я не знаю, мы, наверное, возьмем автобус и поедем на автобусе? Да. Мы сейчас идем в сторону отеля. И, знаете, мне очень нравится наблюдать за людьми. Потому что, ну, у всех разная культура. И как бы в этом городе, в Севиле, я заметила, пока мы шли, что здесь очень многие женщины, и мужчины ходят в шлюбах, в шляпах. И, знаете, мне это напомнило какие-то фильмы такие старинные. Ну, все женщины так одевались там в этих шляпках, с такими сумочками, как-то на каблучках. Твой стаканчик больше, чем ты, кстати. Вот такой Кристина кофе взяла большой. Да. Просто тут очень дешевый. А я хочу погреть ручки. Вообще, столько всяких мест интересных посмотреть есть. Не знаю, мне лошадки понравились. Я бы хотела так любить. Очень много лошадей, кстати. Наш отель, супер отель. Четыре звезды. Мы уже в отеле, мы заселились. И отель, как я и говорила, что в комментариях писали, что он не такой уж новый. То есть, он старенький. Но, в принципе, все есть. Есть спортзарчик небольшой, есть пассейн. У нас есть ванна. Это тоже немаловажно. Потому что мы снова купили бомбочку для ванны. И, в общем, это моя самая любимая такая. Вот. И вид из окна просто шикарнейший. Потому что видно много зданий. И все прям в совокупности. Прям вообще. И все такие цветные. И очень круто. Вообще вид шикарнейший просто. И распогодилось, кстати, когда мы... Да. И уже солнышко такое, что я думаю, что мы сейчас уже пойдем. И, кстати, тепло на улице. И это тоже очень круто. Вот. Так что мы сейчас пойдем, как туристы, путешествовать. И будем смотреть достопримечательности. Экскурсию по номеру проведешь немножко. Это наш супер шкаф. Это туалет. Пожалуйста. Этот номер, конечно, не такой шикарный, как в прошлый раз. Но, блин, за три. Не, ну просто у них разные стили. Этот более такой классический, знаешь. Ну, три ночи 180 евро. Я считаю, это очень круто. Ну, да. Ну, это не очень дорого. Мне очень нравится тут тоже такая светлая прям ванная. И такой вид. Да. Не, ну, кстати, хорошо просто, что нас поселили на пятом этаже. Если мы бы были, не знаю, где-то на третьем, то вида бы не было. Мы сейчас прогуливаемся. И здесь такие прям кукольные домики. И вообще... Клево, да? И все яркие, насыщенные. Прям хочется жить. Вот я реально приехала в этот город, и я хочу здесь жить. Если бы здесь была платишка, было бы не было. Какая-то аристократия. Какая-то большая жизнь. Угу. Ты как будто аристократ, знаешь, такой. О-о-о-о-о. Там темнота. Пусто? Да. Что, не хотела бы в таком университете учиться? Нет. Ключик как будто из мультика Буратин. В общем, мы с Кристиной очень проголодались и зашли в такой бар. Вот его название. Ну, я выставлю. И Кристина заказала себе салатик такой вкусненький. Мне его почему-то поставят. На, кушай. И еще тартар. Ну, тартар это на двоих там принесли, да, вроде? И паэйо. Ну, вообще все. Будем кушать, что ли? А то мы уже такие голодные, капец. Первая паэйо 10 евро, потом Кристина салат 9.50 и все остальное по 3 еврику. И даже за хлеб мы еще заплатили еврик. И получилось итого 27.70. Мне казалось, что здесь будут цены дешевле, чем в Барселоне, но оказывается, что нет. Что цены не пьют. Ух, мы с Кристиной поели, аж легче стало, потому что мы пришли в центр. И реально настроение пропало, так хочется кушать. Да, настроение прям вообще. Сразу меняется. Да, реально, вот очень сильно зависит от того, как вы питаетесь. И по времени ли вы питаетесь, потому что если нет, то настроение падает очень быстро. Я просто заметила по себе, что если я на каких-то диетах раньше сидела и все такое, я просто была злая, ужасная. Вообще меня все раздражало, бесило. Вот, но на самом деле просто нужно было покушать и все, вот и хорошо. В общем, не успели мы отойти от первой кафешки, мы увидели чуросы, а тут они немножко отличаются от барселонских. Мы хотели попробовать, в общем, они тут очень крутые. И что классно, то что они сразу, получается, их делаем при тебе. Они горяченькие, горяченький шоколад. Шоколадник такой, 4 евро стоит. Покажи место, 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 покажи место. Вот, такое, прямо возле этого соборчика. Я думаю, найдут ее. Да, найдут? Кристина, прям покажем все. Грибы, типа грибы. Ей, поднялась влага в клубе, и мы растем, поднимаем уровень. Скажи мне, что с тобой? Ну, че ты вялая? Кристина плохо стала. Мы просто подошли к грибам. Вот они, пожалуйста. Изведайте грибы. Мне это нравится часть. Мы тебя научим шевелить булки и работать правильно жопой. Кристина. 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 Мы были секунду назад внизу этих грибов, а сейчас мы на грибах. Мы купили билетик сюда, заплатили 3 евро, и нам еще должны напиток дать какой-то. Мы посмотрим, что это за наш грибок будет. И вот мы сейчас ходим здесь по этим грибочкам, и я думала, что здесь узкие очень ступенечки, и вообще ничего сверху, ну, никак нельзя пройти. На самом деле они очень широкие. И тут очень много людей. Да, и здесь даже есть кафе. На этих грибочках есть кафе. Просто оно кажется снизу, что вообще здесь ничего нет, потому что такие квадратики, и они просвещаются вот. Так что очень необычно. Вот. И мы, кстати, пришли уже вечером. Многие здания уже подсвечиваются, и видно закат. Поэтому мы пришли в самое такое удачное время. В общем, насчет билетиков, которые нам сказали, что бесплатно выдают, это на самом деле развод, как всегда. Она не бесплатная, это просто как скидка на евро. Ну да, просто, блин, там написано типа free, значит, типа бесплатная, а там, короче... Еще мы устраивали фотосессию в лифте. Мы зашли в Алиэход, чтобы покориться, потому что на улице холодно. И в итоге мы купим раскраску и фломастеры. Покажи раскраску. Просто нам нельзя заходить в такие магазины, потому что у нас глаза разбегаются, и нам хочется все купить. Просто мы ведемся на маркетинг. Ну покажи раскраску, прикольная. Да, ну раскраска сама очень прикольная. Тут такие всякие... Ну да, интересно. Скелеты, драконы, маски. Что за так много скелетов? Да. Всем доброе утро. Мы с Кристиной вышли, наконец-то, с отеля. Сегодня вопрос на нас очень рано, но решили посмотреть там фильмчик. В общем... Везумно влюбленный. Да, безумно влюбленный. Кристина тут сидит рядом, тоже кофе уже пьет. Мы заказали себе завтраки, два, нам принесут скоро. Мы сейчас, кстати, не в центре, даже далековато. Ну, как далековато, минут 10 пешком идти. И в этой кафешке цены очень низкие. Ну, не низкие, где-то сколько мы завтракаем? Ну, по 5 евро. Ну, нормально. И, в общем, будем мы после этого завтрака идти в центр. В центр мы увидимся с одним парнем, который написал мне, когда мы прилетели только сюда, в Севию, то, что он летел с нами в самолете, и, в общем, он тут уже живет год и занимается сиквеями. В общем, он как делает экскурсии на сиквеях и предложил нам даже покататься. Такое совпадение, что именно в самолете он нас увидит. Слушай, Кристина, как раз написал в инстаграме, что мы вообще летим, ну, брат, либо в Украину, либо в Россию. Мои шуточки. Да, мы ничего не говорили. Да, тут 20 пишут, о, вы в семье, круто. Это так круто, когда тебя хоть кто-нибудь узнал. Насчет отеля у нас такие впечатления, что он немножко шумный. Почему, Кристи? Потому что там идет ремонт, и еще у нас ванная, в общем, поломалась. Да, у нас забилась ванная конкретно. Да, точнее, не забилась. Ванная, получается, не закрывалась, и Дима ее насильно закрыл. Мы набрали полную ванную воды, еще вкинули бомбочку для ванны. Она у нас стала розовая. И в итоге... Что в итоге? В итоге мы не смогли ее спустить. Да. В общем, я не знаю, надо что-то устроить взять. Я не знаю, как мы сможем это исправить. Потому что как бы не хочется никого звать, чтобы они исправляли эту проблему. Потому что они увидят розовую воду, и подумают, что сейчас с ними случилось. Когда мы заказывали этот завтрак, мы думали, что мы не приедем с ним, потому что тарелки, в принципе, были маленькие. Но когда нам принесли вот это, и очень много всего, я думаю, нам этого хватит надолго. Поэтому... Ну, прикольно. Ну, все, кушаем и идем кататься. Да? Все, мы уже встретились. Да. Сейчас будем по городу ездить. Узнавать. Откуда замечательный. Да, да. Очень клево. Ну, это очень удобно по городу на Сигвеях, потому что можно быстро... Объехать сегодня. Да, это так же, как туристический автобус. Ну, кстати, тут тоже туристический автобус, да, вроде есть? Да, он вроде стоит 16. Прикольно. Что, ты уже тут год живешь, да, получается? Ну, да, давненько. Да. Какое совпадение, что... Вообще, это реально... Вчера нас увидело. Вообще, просто... А ты где сидел, кстати, в самолете? Я сидел где-то за вами, за вот перед вами, рядов пять перед вами, я сидел. Да? Прикольно. Я как-то просто... У меня есть пару блогов тоже из Барселоны. Я просто пробивал в Ютубе «Жизнь в Барселоне». Я смотрю, и просто выпал ваш. И я просто рандомно включаю, смотрю, и посмотрел у вас пару блогов. Думаю, прикольно. Я думаю, русские ребята в Барселоне, а я там давно... И вас не видел раньше. Да? Поэтому такое думаю... Ну, я заметил, ты тоже снимаешь там на... Чё-то на GoPro-шку, да, такого? Да, на GoPro-шку снимаю. Активные блоги. Прямо... Активные блоги, да. С парашюта там прыгал, ну, клево. Ну, да, такой как-то... Активный блогер. Прикольно. Только что с них встали, и на ногах такое чувство, как будто это не мои ноги. Застоялись, да, немножко? Да. Ну, очень круто. Мы увидели речку, мы увидели классную спальню. Узнали немножко о городе. Очень интересно было. Севилья – родина Фламенко и Кариды. Это изящество архитектуры, романтические узкие улочки и проплывающие по городским водоемам лодочки. Ее назвали Испанской Венецией. Город знаменит не только своей архитектурой, с ее поразительным кафедральным собором. И, конечно, площадью Испании – одной из самых красивых общественных площадок в мире. Но и своим темпераментом. Кафедральный собор Севильи – самый большой готический собор в мире. И третий по величине храм среди католических. Из Севильи Христофор Колумб поплыл открывать новый свет. Считается, что в кафедральном соборе Севильи покоятся останки Христофора Колумба, который отправился в свою первую экспедицию из городской гавани. Но в найденных старых документах указано, что тело Колумба так и не нашли. Именно сюда, в чудесный город Севилью, стекались золотые потоки из Америки. А золото и серебро нового света сделали город баснословно богатым. И, конечно, проявилось это и в архитектуре, а также в возрастании его политической значимости. Гастрономия Севильи – типичная эндалузская кухня. Огромное разнообразие кухни в Севильи основано на домашней кулинарии. Наиболее известные блюда – это яйца фламенко, фаршированные артишоки и жареная рыба. Мы гуляем, и как же в Севильи не посетить фламенко, потому что это испанский народный традиционный танец, и любой человек должен это прочувствовать и увидеть, потому что это реально очень крутая традиция у испанцев, потому что это очень чувственный такой танец. Мы купили билеты, два билета за 30 евро, но это стоит увидеть, поэтому не жалко и 30 евро. На 7.30 мы купили. Да, вернемся сюда в 7.30. А сейчас мы потеряем все в этих улочках. В общем, мы зашли с Кристиной в номер. И видим тут такую картину, что, ну, тут был кто-то до нас, потому что и кровать застелена так красиво, и, в общем, мы сразу зашли в ванную. В ванную все-таки спустили, Влад нам дал отвертку, мы думали, чтобы эту крышечку подковырнуть, и чтобы ее, как бы, спустить. И в итоге нашу ванную помыли, почистили. А, кстати, крышку поменяли, попробуй, а ну возьми ее. Да, мы думали, что сейчас придем, будем тут работы проводить, чинить ванну, а тут все за нас делать. Ну ладно, радует, хоть это... Мы думали вообще зайти как раз разобраться с ванной, но тут за нас все убрали, так что даже не знаю, что будем делать. Раскрасть. Тепло, если уже тут заходили и убирали, могли бы и поразукрашивать чуть-чуть, да? Ну да. Я вот эту картинку раскрасила вчера, Дима говорит, нет, ты некрасиво раскрашу. Ну да, чисто, чисто двумя цветами все залил. Мы уже пришли на фламенгу, и, кстати, мы пришли пунктуально, но мы бежали, потому что в этих райончиках очень плохо работает навигатор, и мы там потерялись, но в итоге мы дошли, и сейчас будем заходить, и у нас остаться этюм танца, музыка, и получается, в испанскую энергию. Мы уже вышли с этого шоу, представления фламенко, и на самом деле мы ожидали чего-то более такого фееричного и более энергичного, но как нам показалось, Дима, что те люди, которые выступали, они не очень были такие эмоциональные, и они, ну, как бы, не с большим удовольствием это делали, потому что, ну, как бы, видно было, что они немножко такие, ну, я даже не знаю, как сказать. Потому что, когда началось представление, они такие, мы самые лучшие, короче, во всей Севильи. Когда мы взяли билеты на это представление, то мы проходили вот это место, где мы сейчас стоим. Вот, покажи, флайер. Да, вот это вот место мы проходили. Ну, покажи, покажи, сейчас открой. Мы поняли, что зря мы там заказали, потому что здесь и большая сцена. Да, тут вообще очень клевая сцена. Да, и цена такая же, и самое клевое, то, что мы эту сцену видели чисто случайно из окна. Через окно. Да, через окно, потому что тут ее видно. И в итоге мы немножко разочарованы, потому что мы не пошли сюда, а пошли туда. Потому что там, ну, сцена какая-то, как сбоку, там очень плохо видно. Единственное, что очень понравился танец, потому что, ну, женщина была очень такой энергичная. Ну, да, ну, реально, вот танец, танец самый классный был. Да, классный. Но его мало было. Да, когда мужчины пели, либо на гитаре играли, то было не очень прям так феерично, скажем так. Вот название этого места. Чтобы хорошо насладиться этим представлением, выбирайте места, чтобы видеть ноги этой девочки, которая танцует, точнее женщины. Потому что мы сели где-то сзади, хотя место спереди было, но мы спросили, а где лучше сидеть? И нам сказали, садитесь вот там сзади, на больших стульчиках этих, и типа будете все видеть. Да, вообще ног не видно было. Ну, то есть танцевала эта женщина, и, ну, по пояс мы ее видели, а самые капят именно, как они двигают ногами. Ну, и, в общем, первое, садитесь поближе, чтобы видеть ноги, либо выбирайте такие сцены, как мы вам советовали, потому что там нету таких мест, которые, ну, то есть всегда вы будете там видеть. Там, получается, сцена посередине, и вы можете сидеть по бокам и спереди. И что еще? И не делайте поспешных решений, потому что мы реально зашли, увидели вот это первое фламенго, и сразу такие, да все, берем. И, короче, тупанули. Наш третий день путешествия в Севии. Вообще, как тебе, Кристина? Мне безумно нравится. Да? Я знаю, этот город мне так показался таким уютным, что прям у меня появилось желание сюда переехать. Потому что все квартирки очень такие миниатюрные, в каждом доме есть свой сад такой, ну, вообще богатый, не знаю. Очень круто, мне безумно понравилось этот город. Ну, атмосферно, да, так? Да, очень атмосферно. И плюс еще все такое цветное, яркое, что прям... Хочется жить, да? Да, хочется жить, хочется ходить, наслаждаться, смотреть. И мне кажется, что если даже сюда переехать, во-первых, здесь цены дешевле на жилье. Плюс все находится очень близко. И, не знаю, спокойствие, мне кажется, это очень круто. Мы вчера проходили возле реки, и там есть такие всякие квартирки, прям вообще с таким видом на мост, на эту речку. И ночью она так подсвечивается красиво, что у меня появилось такое желание, мечта такая, иметь там квартиру с таким видом в этом городе. Сегодня утром я смотрела стори, которые опубликовались в Севире, и я заметила, что оператор, который снимает видео Орел и Решки, он находится сейчас в этом отеле, что они сейчас снимают снова очередную передачу. И, в общем, я такая думаю, блин, какое совпадение, что они тоже... Мы как раз про это говорили, да, вначале? Да, и к тому же мы только говорили, что мы будем снимать с ними передачу. Будем конкурировать с ними, да? Да, Орел и Решка. Мы сейчас проходим возле речки, здесь очень так романтично, такая как мини-Венеция, так как по ней можно прокатиться на кораблике. Вот, ночью мы сюда приходили, и очень такое красивое отражение было ночных фонарей. Нам Влад рассказал про очень крутое место, это типа ресторанчик, вот мы как раз с него вышли. Вот он прямо сзади Кристины находится, и там реально очень вкусно, и... Мы заказали, получается, два меню, и, ну, были порции не очень большие, но очень сливные. Но очень реально вкусные. То есть я заказала рыбу, салат, и, в общем, десерт тоже был. Ну и все, это вышло, меню 12 евро, ну, реально, просто такая атмосфера обслуживания, все очень круто. Тоже, вот, и если вы будете в Северии и не будете знать, куда пойти покушать, то этот вариант можете рассмотреть, он будет интересен. Мы поднялись на Геральду, это башня в соборе. Вот, очень красиво. Тебе нравится? И так как людишки ходят, такие как муравьи. Вообще такой разнообразный город. Да, именно. Можно полиси. Турничок? Да. У меня очень крутой ветря. В общем, ребята, наше путешествие подошло к концу, и мы хотим его завершить на изумительной, просто на чудесной площади Испании. В общем, нам безумно понравился этот город, и мы желаем снова возвратиться сюда, потому что это незабываемые эмоции, незабываемые впечатления. Да, интересно было бы тут побыть лето, да? Да. Красочные домики, все так уютно, чисто. Так что все, ладно, будем. Да, там мы много разговариваем, разговариваем, и мы уже уснули там. Все, всем пока. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok